Восьмой этап ралли Африка Эко Рейс стал весьма сложным, но при этом успешным для российских участников. Два экипажа команды КАМАЗ Мастер вновь показали первое и второе время в своем классе. С хорошими показателями финишировали Антон Григоров и Анастасия Нефонтова. Отметились в Мавританской пустыне и журналисты нашего телеканала, как именно расскажет Сергей Чернятьев. Каждая гонка начинается с вылета вертолетов. Они не только снимают гонку, но и обеспечивают безопасность. Она здесь на высоком уровне. Нашей съемочной группе предоставили возможность посмотреть, как выглядит гонка с высоты. Вертолет набирает обороты. Буквально через несколько секунд мы поднимемся на трассу и посмотрим, как это выглядит с высоты полета вертолета. Летают они очень низко и иногда даже пугают пилотов. Кроме безопасности, три вертолета обеспечивают практически всю видеосъемку гонки. Успеть за машиной или мотоциклом, идущим на максимальной скорости, могут только они. Даже пяти минут полета хватает, чтобы получить новые и незабываемые впечатления от гонки. Ощущение, конечно, потрясающее. С высоты полета вертолета можно посмотреть не только за гонкой, но и увидеть все прекрасные пейзажи Мавританской Сахары. Безопасность обеспечивают и местные военные, причем не только в лагере, но и на трассе. Ведь именно из-за нестабильной ситуации в Мавритании был отменен Дакар в 2008 году. Так что единственный сюрприз, который ждал участников на трассе, непредсказуемые пески. Их на восьмом этапе было очень много. Первая ловушка от организаторов экипажа подстерегала уже через 20 километров после старта. Итальянский экипаж Багги увез в песке прямо перед российскими журналистами. Пока мы с оператором снимали гонку с вертолета, наш продюсер выталкивал машину из песчаной ловушки. А порванный ремень двигателя заменить помог пилот нашего пресс-кара Владимир Тюпенкин. Российские участники успешно преодолели эту песочницу, причем сделали это группой, которую вел КАМАЗ Антона Шибалова. Я вышел, посмотрел, куда дальше ехать. Я поднялся на несколько дюн, увидел, что в стороне можно, в принципе, объехать. И решили, то есть не рисковать, все-таки их объехать. И за нами, даже кто навстречу ехал, развернулись, поехали уже за нами. Тем не менее, Антону пришлось ненадолго остановиться, чтобы заменить колесо. А вот КАМАЗ Сергея Куприянова до финиша шел без остановок. Благодаря успешному выступлению на восьмом этапе, его экипаж улучшил свое положение в общем зачете. К тому же, главный конкурент, россиян Чех Томас Томочек, выбыл из гонки. Простых задач здесь не бывает. Любой спецучасток может преподнести неприятный сюрприз. Что и произошло сегодня с Томечком, по-видимому. Поэтому важно не сломать машину, доехать до финиша. И это тоже будет непросто. Антон Григоров на финиш пришел вслед за КАМАЗом Антона Шибалова. Без переднего крыла, но в хорошем настроении. Он, как и оба экипажа КАМАЗа, могут занести восьмой этап себе в актив. Крыло оставили в песке. Мы сегодня очень хорошо проехали ДОП. Два раза спускали колеса. И два раза накачивали. Вот на второй песочнице мы, съезжая с большой дюны, внизу увидели кочку. Но уже, когда съезжаешь с дюны, невозможно вправо-влево поворачивать. Выбор был только дать газу. Соответственно, дали газу, крыло оставили. Впереди у гонщиков не самый длинный, но при этом один из самых сложных этапов. Путь их пройдет через знаменитую Белую долину. Преодолев его, они еще на 400 километров станут ближе к Дакару. Сергей Чернятев, Владимир Кальский, Михаил Елагин. Вести. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...